Привет, партнеры! С вами Александр Камайев. Как и обещал, сегодня покажу, что мы сможем зарабатывать на Affilgo. Переходим туда. Нас будет интересовать калькулятор ежемесячных Affilgo income, ежемесячных доходов от Affilgo. Здесь есть куча разных ползунков, которые можно двигать туда-сюда, обратно. То есть выбирать, сколько у вас приглашенных игроков в Affilgo. От 1 до 10 игроков. Почему именно так? Не знаю. Такая модель. Доходы, в смысле расходы этих игроков от 20 до 100 евро. Ну и ваш уровень crowd 1. Network level от 1 до 15. У нас 15 уровней. И в зависимости от этого, соответственно, разные доходы будут у вас. Я это все уже когда-то проделывал. Сделал специальную табличку в борде. Team Leader 1 звезда. По минимуму. Один игрок 20 евро расходов в месяц у этого игрока. Team Leader 1 звезда будет зарабатывать 71,62. Две звезды 107, 134, 214, 255 и так далее. До 429 тысяч 378 с копейками евро в месяц пассивного дохода. У президента 3 звезды. Кстати, все эти уровни достижимы. Но первые 2-3 уровня достижимы за счет чисто своей собственной работы фактически. Могут быть достигнут 50 евро, чтобы заработать. Если у вас нормальный спонсор, то достаточно троих на белый пакет. Хватит и двоих. Например, если вы второго пригласите на черный пакет. Team Leader 2 звезды. 100 евро надо заработать. Некоторое количество приглашенных вами партнеров и вы уже Team Leader 2 звезды. Конкретно любой и каждый может посчитать все это. Если ваши партнеры приглашают, тогда вы можете достичь Team Leader 3 звезды, координат, координат 2 звезды и так далее. То есть, двигаться по уровням вниз. Но уже Team Leader 3 звезды, третий уровень. Довольно много надо пригласить самому лично, если ваши партнеры не работают, чтобы заработать 250 евро. Про 500 евро я уже не говорил. Правда, если вы приглашаете на серьезные пакеты, на титановые, например, тогда, конечно, вы будете двигаться по карьере и без того, что ваши люди приглашают своих партнеров. Скажем, если вы приглашаете на титановые пакеты, достаточно десяток человек, чтобы стать координатором 3 звезды. Десятка партнеров и вы координатор 3 звезды. Но это 10 партнеров на титановых пакетах. У меня в группе 9 лично приглашенных партнеров и один из них на титановом пакете. У нескольких черные пакеты, остальные беленькие. Из лично приглашенных на черных пакетах у меня, наверное, человек 5. Один на титановых, пять на черных и трое на белых пакетах. Как я уже сказал, у меня 9 лично приглашенных партнеров. И я на сегодняшний день координатор 2 звезды. То есть заработал больше 1000 евро по балансу в бинаре. Потому что мы в бинаре ведь заработаем еще и 10% от доходов наших партнеров по матчинг-бонусу. И доходы по матчинг-бонусу в принципе составляет примерно 10% всех наших доходов и больше. Мы по бинару зарабатываем в целом больше доходов от баланса в бинаре на 10-15-20%. Видимо иногда это просто может достигать 50% все-таки. Вряд ли. Но тем не менее у меня это больше 10% плюс. Я лично координатор 2 звезды. Вышел за 4 месяца. Если кто-то смотрел мои комментарии к ролику про южно-априканскую медсестру, я же там говорил. Она вышла за 3 недели на уровень директора заработав 50 тысяч евро. На уровень директора. За 3 недели. Потому что она разговаривает с людьми. Она не сетевик. Вообще-то говоря. Впервые занималась этим бизнесом. Поэтому она не знает, что есть всяческие инструменты для приглашения людей. И сейчас в интернете куча этих инструментов. И вот все носятся с ними. Говорят. Приходи. Вот у меня такие клевые инструменты. Ты свою команду приглашаешь тысячу людей. народу. И дашь им эти инструменты. У тебя команда будет расти, как не знаю кто. Инструменты предлагаются. Но покажите мне того человека, который на использовании этих инструментов заработал большие деньги. Я таких людей не знаю. Почему? Ну, дорогие, это же так просто. Инструменты хороши, но их надо использовать, уметь. То есть, трафик создавать и все такое прочее. Люди этого не умеют делать. Потому что это работа. Они полагают, что купил инструменты, пожалуйста. Вы, тем самым, позволяете другим людям зарабатывать на вашем. Ну, отсутствие профессионализма. Отсутствие понимания того, что такое бизнес. Отсутствие, вообще говоря, уважения к самому себе. А разговаривать, вообще-то говоря, вот я сейчас с вами разговариваю. Хотя и с помощью ролика. Разговаривать на тему нашей команды, нашей компании, это же очень просто. Просто нужно разговаривать. И не ждать, что первый же человек, который с вами вступил в контакт, тут же станет вашим партнером. Ошибка наших людей, что они ждут именно этого. А этого не происходит. Африканцы просто, вот та Ивонна, о которой я говорил, да, и которая вышла за два месяца и два дня на уровень президента одна звезда. То есть заработала полмиллиона евро только по балансу бинара. Практически, наверное, 600 тысяч евро она заработала. За два месяца и два дня. Она говорит, я же просто хожу и приглашаю людей в любых очередях и так далее. Ну, женщинам это хорошо. Ага, всякие мужики всегда находят отмазки. Женщины другие отмазки находят. Почему? Они чего-то не делают. Это же легко отмахнуться. Вот она это делает. Она работает медсестрой профессионально. Работает медсестрой по ночам. По ночам она выступает в качестве медсестры. А с утра ходила разговаривать с людьми. Со всяких очередях в банках, в магазинах, везде. Она говорит очень просто. Я не ложусь спать, пока не подпишу одного, двух, троих, четверых. Она перед собой ставит задачу и решает ее. И пока не подпишет одного, двух, трех, четверых. За день она не ложится спать. Поэтому за два месяца и два дня она заработала свои очень трудовые деньги. Потому что она так делает. Ее команда делает что-то аналогичное. Она сама личными приглашениями, конечно, не смогла бы доползти до президента первой звезды. Тем более за два месяца. Потому что 600 тысяч евро это очень неплохие деньги. Очень серьезные деньги. Ногами и самому лично не заработаешь. Потому что она вот так себя ведет. Ее команда себя ведет точно так же. В ее команде наверняка уже директора и менеджеры скоро будут президентами. В той же Африке есть и какой-то там инженер, который за два или три месяца вышел на директора три звезды. Заработал 250 тысяч евро директор три звезды. Тоже разговаривал с людьми. Никак иначе. И тоже непрофессиональный сетевик. Тоже впервые влез в этот сетевой бизнес. Тоже, надо полагать, не знает про всякие автоматы-кулементы по приглашению людей. Поэтому у них такой результат. Вот о чем разговаривать у нас с людьми. Точно так же. Показываете человеку. Резко небольшой. А доходы даже на первом уровне, когда ты заработал 50 евро, за какое-то время пригласит какое-то количество людей. Небольшое. Как я уже говорил. Три-четыре человека. Если на мелкий пакет. Конечно, если на титановых двух, более чем достаточно, чтобы быть на тимлидер три звезды. После этого, даже по минимуму, одна звезда, 71 евро, ежемесячно. Минимальная работа. Троих-четверых пригласить. А дальше, вот капает. Игрока вы приглашаете бесплатно. Мы будем приглашать игроков бесплатно, ради того, чтобы они получали вип-статус в своих игровых компаниях. Потому что, если они через Афилго зайдут на игры, покер, ставки на спорт, любые азартные игры. Они там будут в положении привилегированного участника. Я не знаю, чем это выгодно, но ради того, чтобы быть привилегированным участником, люди тратят деньги. Для того, чтобы выйти на этот уровень, человек должен был потратить, играя просто так, какую-то сумму. Достаточно большую. В обороте она должна была быть. Может быть, он профессиональный игрок, всех обыгрывает и поэтому играет себе в плюс. Вот тогда он выходит на вип-статус. Во-первых, достаточно быстрый, раз он профессионал. Во-вторых, не себе в убы. А остальные играют в свое удовольствие. Значит, в общем, в себе в убы. Потому что игроки собираются примерно же равны. А у нас они получают вип-статус. А это какие-то привилегии, какие-то бонусы, какие-то что-то еще. Раз за вип-статус люди борются, значит, он чего-то стоит. И у нас совершенно бесплатно для игроков. Более того, на сегодняшний день непонятно как, но вроде бы компания собирается еще и бонусы от Афилгоу, от нашей платформы. Тем, кто играет через нашу платформу, какие-то бонусы начисли. Не знаю как, пока не объявлю. Потому что не хочет компания лишних конкурентов себе наживать раньше времени. Сейчас у нас самое такое время. 400 тысяч мы уже преодолели. На сегодняшний день уже больше 420-430 тысяч в компании. Я веду соответствующую статистику. Показываем игрокам, а они приходят. А если вы на первом уровне, но у вас десяток игроков, и так же хиленько они тратят понемножку, то вы-то получаете 682 евро с копейками каждый месяц. Это уже совсем не хило. При том, что вы пригласили всего четверых. Вы же при этом тут же показываете этим вашим игрокам, сколько вы денег на них зарабатываете. И кто-то из ваших игроков, продолжая оставаться вашими игроками, становится еще и вашими партнерами Крауд 1. И вы соответственно двигаетесь по уровням Крауд 1. У меня сейчас пятый уровень. Я соответственно зарабатывал бы, когда у меня 10 игроков появится, я бы зарабатывал 2400. Ежемесячно, подчеркиваю. Подумайте, я не буду конкретно более детально все это разбирать, о чем, как, с кем говорить и так далее. Но именно показывая вот это людям, можно добиваться результата. А когда мне говорят при этом, а это все еще неизвестно будет или нет, я говорю, конечно. Конечно, неизвестно, потому что этого еще нет. Но лично я уверен, что это будет. И будет, может быть, лучше, чем то, что нам прогнозируют калькуляторы. Почему я в этом уверен и чего стоит моя уверенность? Моя уверенность сама по себе ничего не стоит. Но ведь она базируется на том, что, во-первых, у нас уже больше 400 тысяч партнеров. Да, когда-то, там, не знаю, когда. Поскольку сейчас идут регистрации больше 9 тысяч, как я и говорил. Больше 9 тысяч партнеров в сутки. 9 тысяч партнеров на 7 дней. Больше 60 тысяч в неделю. А на следующей неделе наверняка мы начнем приближаться к 10 тысячам в сутки. Больше 70 тысяч за следующую неделю может быть набрано. 430 тысяч, которые есть сейчас, добавится еще порядка 70 тысяч. Вот вам будет 500 или больше. Поскольку компания еще и промоушен объявила. Ну, как я уже говорил, русскоговорящие, вероятнее всего, пропустят мимо ушей этот промоушен. Потому что, ну, уж очень они... Ну, и я в том числе. Я ведь тоже русскоговорящий. Очень мы неподвижны. Приросли к своему какому-нибудь месту. И все. Про себя точно знаю, что очень неподвижны. Все остальные примерно такие же. Ну, я так думаю, что люди друг от друга мало чем отличаются. А моя уверенность зиждется еще и на том, что руководят компанией очень грамотные и успешные ребята. Наш генеральный директор стоит в Википедии. О нем целая статья там о 4 странице. Ну, там не все, конечно, но там нет черных пятен в его биографии деловой. Совершенно простой 56 лет. За 56 лет миллионер он сделал себя сам. Матушка его заставила в свое время 6 языков освоить. Он шли. А дальше он все делал сам. И сделал себя сам. Сколько миллионов у него... Не знаю. Но то, что ни одна сотня, это с гадалки не ходит. Потому что он ни одну компанию вывел с нуля на миллиардный оборот. И не было ни одной компании, которую бы он завалил. И нашу компанию он собирается выводить на биржу. На фондовую биржу. Типа NASDAQ и лондонскую биржу. А вы знаете, что значит вывести компанию на лондонскую биржу? Или на NASDAQ. Это дорогого стоит. Йоханн говорит, что у нас есть потенциал выйти на биржу за 3-4-5 лет. Он профессионал высокого уровня. Но он знает, что говорит. У него есть соответствующий план. План соответствующих действий, чтобы так было. А для нас это означает только одно. Надежность долгосрочного бизнеса с этой компанией. То, ради чего я искал такого рода компанию. О том, что она до сих пор не запустилась. И наши ребята стонут. И по этому поводу тоже. Ах, видите ли, не дали нам с 20 октября. Вот с завтрашнего дня должна была запуститься Афердова. Не запустится. Запустится только 15 ноября. Ну, не увидим мы раньше 15 ноября конкретное содержание Афердова. Не узнаем, что почем. Конкретно. А не из общих соображений, типа этого калькулятора. Нет у нас ссылок, чтобы приглашать игроков. Ну и что? Но зато, как я уже сказал, компания через неделю перешагнет полмиллиона. И еще за две недели выйдет вероятнее всего на 700 тысяч. То есть близко будет к одному миллиону. А это другие разговоры с нашими внешними партнерами со стороны компании. Это другие комиссии в нашу пользу со стороны внешних партнеров. В частности, это связано именно с Африкой. Ее таким бурным ростом компания вынуждена. Открывать офис в Африке не было так запланировано. В Лондоне запланировано открытие офиса. И он тоже будет открыт. Открытие офиса в Лондоне, это я вам скажу, тоже нетривиально. Каждый, кто знает, что такое интернет-бизнес, что такое бизнес вообще, все это прекрасно понимает без меня. Я что-то исчерпал эту тему и перешел на как бы другую. Пожалуй, пора заканчивать. Это уж очень длинный ролик получается. Резюмирую. Если кого-то не вдохновляют такие доходы от Афил Гоу с одним игроком, я лично, 255 евро в месяц. Это не так уж много, конечно. Для России это уже вполне такая приличная сумма. Тем более, что все, больше никаких затрат не требует усилий. Можно лечь ноги кверху на диване. Показывая эти штуки, подумав потом, как их оказать, кому, вы всегда сможете пригласить людей в наш бизнес. Если будете это делать, а если будете искать отмазки типа, так никто же не услышит, а вы никому не говорите. Да, если я скажу, меня пошлют. А вы сначала скажите. А во-вторых, когда вас пошлет дядя Вася, скажите тете Маше. Когда вас пошлет тетя Маша, скажите дяде Петю, тете Гале, дяде Васе. Все это известно любому сетевику, который чего-то когда-то учился. У нас сейчас не осталось сетевиков, прошедших хорошие школы. Потому что не осталось компаний, в которых есть эти школы. А вообще известно. И это известно на уровне исследований не только российских, но и американских психологов. Что любое ваше предложение готовы рассмотреть 20% людей. Принять 10%. Но эти 10% не обязательно должны быть в первых рядах. Это закон больших чисел. Пожалуйста, Бодда Шефер, известный давно уже коуч. Он тоже говорит. Ребята, если вы каждый день обсуждаете свою тему, какой бы теме вы чего бы ни делали. Но обсуждаете эту тему, предлагаете эту тему каждый день четверым, шестерым господам, вы не можете не стать успешным в своей теме. Надо просто это делать. Да, это работа. Каждый день поговорить с пятью, шестью гражданами. Найти их и поговорить. Как искать? Разные способы есть. Как заставить человека поговорить? Никак нельзя заставить человека поговорить. Можно предложить человеку поговорить. Он может отказаться, а может согласиться. Если вы предлагаете 10 человекам поговорить, очень может быть, что двое из них согласятся поговорить. А то же статистики. Вот и все, что надо делать. Но это надо делать. А если только рассуждать на эту тему, то в гадалки не ходить. Ничего не изменится. Пока вы не перестанете рассуждать на эту тему. Кто-то говорит, ну не могу же я обманывать людей. Вот я никого не пригласил. Говорю, что вот, ежели пригласишь, то заработаешь. А зачем обманывать людей? Не надо обманывать людей. Во-первых, тебя еще никто не спросил. Что ты заработал. Во-вторых, когда тебя об этом спрашивают, нужно типа спокойно сказать, да, я еще ничего не заработал. Ну, если ничего не заработал. Но поскольку я с тобой разговариваю, то если ты подключишься, я заработаю деньги. Если ты не подключишься, я пойду разговаривать с другим. Если ты такой человек, что вот персива нашего бизнеса тебя не греет, то ты же мне и не нужен. И то, что ты не подпишешься, снимет с меня головную боль работать с тобой в дальнейшем. Раз ты не видишь здесь перспективы, то это будет не работа, а головная боль. Поэтому вот я потратил на тебя пять минут поговорить с тобой. И спасибо, до свидания. Если ты не хочешь, то спасибо, до свидания. Меня следующее ждет. Вот когда вы так будете разговаривать с людьми, то у вас все получится правильным образом. Вы же не соврали. Вы сказали, что да, у меня нет доходов, потому что я вчера подписался, позавчера подписался, сегодня вышел приглашать. Разобрался, вышел приглашать. Вот увидел, ну мне очень, мне показывал человек, который меня приглашал. Ну я воспрял, а потом в своем бэк-офисе увидел все это. Немножко сам поиграл в эти бегунки, посчитал равный вариант. Но теперь я думаю, а поскольку компанию ведут успешные люди, генеральный директор, страницу в Википедии имеет, есть шанс, что компания будет жить долго. А тогда, если я сегодня тебя не приглашу, у меня в плане стоит еще пять человек, поговорить с которыми я должен сегодня. А во-вторых, если и эти пять откажутся, мало ли с какими людьми мне придется говорить, а у меня завтра будет целый день. И завтра по плану я тоже пять-шесть человек обойду. И поскольку мне эта перспектива нравится, я не сольюсь, я не уйду. А тогда со временем я достигну и пятого уровня, достигну первого, потом достигну пятого и десятого. Вот выше пятнадцатого я не поднимусь. Выше пятнадцатого уровня нет. Но когда я доберусь до пятнадцатого уровня, я заработаю два с половиной миллиона долларов. А поскольку к этому времени компания запустит Афил Гоу, запустит еще и Микстер, а там Афил Гоу это азартные игры, а Микстер это игры онлайн, все остальные. А там два с половиной миллиарда игроков. Грубо говоря, каждый второй играет. Там больше денег по этому. На Афил Гоу мы видим калькулятор, на Микстере еще калькулятор не видит. Будет интересно посмотреть. Но Микстер запускается в следующем году. Пока не объявлено царство. Будет объявлено. Будут какие-то промоушены к этому моменту. И так далее. Все как обычно. Так что вот, господа, если вы не хотите участвовать в этом бизнесе, после того, как я вам это показал, говорите вы своему потенциальному партнеру, то зачем вы мне в качестве партнера? Спасибо, поговорили. Пойдем к следующему. И все. На этом я закончу. Всех вам благ и успехов. С вами был Александр Камает. Всем пока. Пока.